Даниил, поздравляем вас с выходом в вторую неделю Ролангороса. Сегодня показалось, что достаточно легко вы выиграли у Апелки. Ни одного тайбрейка, три сета. Вначале были некоторые трудности, а так вы очень легко играли на его подача. Как все это выглядело изнутри? Да, конечно, когда начинаешь 1-3 против Райли, против Апелки, мысли закрадываются негативные. То, что, в принципе, скорее всего, ты проиграл сет, но просто знал, что нужно продолжать. В итоге, во время матча, стал чувствовать, что корт, условия сегодняшние с тяжелым мокрым кортом, ему не подходят. Мяч летит не так сильно, поэтому просто старался принимать в корт, играть все в корт без какого-то сумасшедшего риска. Естественно, очень доволен матчем. Смотрю вперед. Вы говорили, что вам не понравилась вечерняя цеть, без зрителей, темно, холодно. Вот сегодня вас замечательно поддерживали. Вы даже пошутили после матча, что такое ощущение, как будто вы в Москве. Расскажите о поддержке зрителей в этой встрече. Насколько это было важно? Да, это было круто, потому что, на самом деле, во время матча мне казалось, что поддерживают, в принципе, одинаково. И после матча, когда зрители начали скандировать мое имя, это было действительно большим сюрпризом, неожиданно. Буду надеяться, что хотя бы до последнего моего матча здесь, который неизвестно, когда будет, будут поддерживать. И это было бы очень круто. Дали у вас встречи с Картианом Гарином. Вы месяц назад играли в Мадриде. Тяжелый трехсетовый матч. Что почерпнули из той встречи и чего ждете от игры в Париже? Да, конечно, в любом случае, когда недавно играешь с игроком, то чувствуешь уже, что нужно было сделать или по-другому, или лучше, или сыграть по-другому. Но проблема в том, что там были другие условия, другие мячи. И то есть я чувствовал, что в любой момент я мог и ошибиться, и где-то что-то не догнать, не достать. Тут я чувствую себя прекрасно, поэтому самое главное будет построить правильную тактику, сыграть в хороший теннис. Тогда будут шансы. Но он, конечно, очень крутой игрок на грунте, поэтому просто, скорее всего, не будет. Спасибо большое. Удачи с Гарином и в последующих матчах. Спасибо. Спасибо большое.